Сибирь. Необъятный край, богатый своими ресурсами. Многие величают его мощью нашей страны. Все помнят из речения выдающегося ученого Михаила Васильевича Ломоносова «Могущество России прирастать будет Сибирью». Сибирь славно своей промышленностью, своими городами, которые возникали и интенсивно развивались в самых суровых условиях. Своими людьми, чей характер крепче любой стали, а душа шире самых необъятных широт. Первые письменные упоминания об этом крае относятся к 8-9 веку. В соответствии с арабскими и персидскими источниками существовало три части Руси – Куявия, Славия и Артания. Куявией была Киевская Русь, Славией – Новгородская, а Артанией, по мнению многих, была Сибирь. То, что было в России до революции, всё называлось одним словом – кустарное ремесло. Вообще Россия была крестьянской страной. И изготовлением изделий, которые на рынках продавались, а там всё было от одежды до горшков, всем занимался обыкновенный крестьянин, то есть русский мужик. В чём отличие было европейского пути? Дело в том, что ремесленные объединения и вообще ремесло, как и каковое в Европе, оно стало возникать и создаваться уже в городах, в средневековых городах. Это был совершенно другой тип ремесла. Были объединения, цеха, и они делались на основании договора. А русский путь, кустарный путь, он не знал никаких договоров. Всё делалось по совести, и всё делалось на основе артельности. В основе всего этого лежит свобода творчества, заметьте, да? То есть, когда тебя никто не покупает, а ты сам кредитуешь своей продукцией. Это очень перспективный вид вообще развития производства будущего. Над этим стоит поломать голову. И, в общем-то, существовали у нас уже учёные, которые, ну, это на заре перестройки, которые очень большое внимание уделяли именно этому способу производства и считали, что здесь кроются очень большие резервы развития будущего. Почему до наших времён Сибирь дошла уже не как богатая своими традициями, ремёслами и мастерами земля, а как сырьевой банк нашей Родины, край заводов, фабрик и природных ресурсов? С чем связано то, что именно она претерпела такие изменения? В 1912 году было проведено социологическое обследование по ремесленным предприятиям потомской губернии. И был выявлен такой факт, что приоритетными являются в сибирском регионе лесная и керамическая деятельность. С развитием социализма, естественно, что индивидуальная деятельность категорически прекращается, и поэтому о ремесле и ремесленничестве не приходится говорить. Но всё-таки нужно отметить, что некоторые ремесленные производства сохраняют своё бытование, потому что государство в этом видело острую необходимость. Это были такие брендовые производства. В 70-х годах, как при социализме, когда все носили практически одинаковую одежду, когда мебель была тоже практически одинаковой, когда, приходя из квартиры в квартиру, входя из квартиры в квартиру, можно было даже не ощутить, что ты не у себя дома, а то у людей возникала острая необходимость быть индивидуальными, непохожими друг на друга. И люди стремились покупать одежду не в магазине, а шить по своим собственным моделям в ателье или у партних. Таким образом, хоть как-то сохраняется вот такое стремление к ручной работе. В 90-х годах новые социально-экономические отношения возникают, открытие рынка, и таким образом хотя бы на короткое время вот такой подъём творческой активности у народа, творческой активности у горожан. Люди начинают свою ручную работу реализовывать, продавать, потому что рынок ненасыщен, и у людей возникает такой особенный голод, да, то есть на ручную работу. Вещи, созданные руками человека, стали представлять нечто большее, совершенно другую ценность. Они активно противостоят сегодня вещам, снятым с конвейера. Самое главное и основное отличие – то, что все эти вещи рождаются, прежде всего, сердцем, тем состоянием определённого настроения, определённых эмоций, ощущений, какой-то теплоты, которая живёт внутри. И его настолько становится много, и появляется потребность с ним поделиться. Люди просто начинают творить дела, которые приносят пользу другим, на всеобщее благо. Поэтому каждая вещь, сотворённая руками, она идёт изнутри, она наполнена мыслями, проживаниями, переживаниями, той добротой, той силой любви, которая вдохновляет на это изделие. И что удивительно, не только мне приятно их творить, а люди, когда к ним прикасаются, когда на них смотрят, я вижу, как в их глазах загорается тот же лучик радости, той любви, которую и я туда внесла. Это невозможно никак подделать, это не может быть каким-то лицемерием или просто для красного словца. Люди чувствуют изнутри и понимают, что да. Особенно удивительно это настроение можно почувствовать, конечно, на персональных выставках, в определённой мастерской одного мастера. Но когда идёт соединение, единение мастеров, вот это получается настоящий праздник. И вот прямой такой пример, вот что я ощутила, вот здесь на фестивале художественных ремесел, например, на Ортании, мы можем приблизить искусство к людям, в быт. Та потребность в энергетической такой подпитке, она и интуитивно, возможно, привела людей к натуральным вещам. Техника, в которой я изготавливаю ювелирное украшение, называется вирворк. Это в переводе с английского – кручение из проволоки. То есть техника позволяет оформить абсолютно любой камень. Чем она ценна лично для меня? Она пользуется спросом у покупателей. Сейчас люди уже пришли к тому, что они не хотят покупать шерпотреб, который в магазинах, и который они, сестёр и братьев-близнецов, видят на улице. Людям хочется индивидуальную работу. Плюс каждый камень является талисманом, он несёт определённую энергетику. Дело в том, что мастера, которые что-то умеют и что-то знают, они уходят. Вот упустили это время, не передавали. То есть и молодёжи-то нету, которая бы чему-то научилась, и люди эти уже уходят. Чтобы привлечь молодёжь, чтобы этим делом заниматься, ну, кушать хочется всегда. Поэтому нужен рынок сбыта, и человек должен не просто это делать для удовольствия. Это, конечно, прекрасно, когда ты делаешь для удовольствия, но надо за это и деньги получить, потому что надо жить самому, впоследствии кормить семью. А вот этого самого рынка сбыта у нас как раз… В основном всё это идёт за границу. Ремёсла – вид деятельности по производству товаров и услуг. Иногда изготовление на заказ с помощью особых приспособлений, особых секретов, ну и особых традиций. Ремёсла близки, по сути, ко всем национальным проектам. Ремёсла вообще очень важную роль играют в жизнедеятельности, в том числе и современных, даже высокоразвитых стран. Во-первых, ремёсла – это организация труда, то есть это предоставление рабочих мест. Ремёсла производят до сих пор уникальную продукцию, которая по своим качествам спорит с промышленной продукцией. Каждое изделие – это сегодня отдельный уникальный экспонат, который неповторим, потому что в нём чувства человека, в нём руки человека, в нём душа. Поэтому, наверное, ремесло сегодня и возрождается, и развивается. И вторая составляющая ремесла – это экономика, потому как когда человек производит сначала для себя, он растёт, профессионально растут его изделия, и уже возникает потребность в их продаже. И вот как раз возможность продать на ярмарке – это задача власти уже организовать, помочь людям продать свои изделия. Вот, кстати, Артания и как раз даёт возможность самовыразиться не только каждому индивидуальному предпринимателю и ремесленнику, она как раз формирует имидж области. Кроме экономической составляющей, ремесла удовлетворяют и естественную потребность каждого человека в самореализации. Сделать что-то своими руками – это значит найти общий язык с собой, вложить в своё творение себя и свой опыт. Прикасаясь к традициям, восстанавливая их и перенося в наше время ремесла предков, мы ведём с ними разговор на расстоянии тысячелетий и продолжаем творить историю. Мы живём в 21 веке – это огромный информационный поток. Очень быстро поступает информация, и одно приходит на смену другому, смешиваются техники, происходит синтез материалов. Сегодня в России бум на валяние на шёлке. Я считаю, что это одно из немногих видов рукоделия, где за достаточно маленькую сумму можно, я так называю, войти в это ремесло. Знаете, целый тип женщин образовался, которые ходят с одних мастер-классов на другие в разных совершенно техниках, с декупажа на батик, с батика на валяние, с валянием на скраббукинг, очень много модных слов, а в результате получаются уникальные изделия. И если мы все привыкли уже, например, к женским украшениям или к одежде, то мы плавно двигаемся, и появляется спрос на интерьерные объекты. Когда мы соединяемся в этом информационном поле творческого пространства, здесь нет конкуренции. Эта уникальная совершенно вещь, я думаю, касается только напрямую творчества, потому что до какой степени благодарна Вселенная, а каждый человек уникален в своей индивидуальности, что создавая любые изделия, они неповторимы. Ты видишь, как люди, эмоционально общаясь, живут в таком специальном творческом пространстве, которое очень их украшает, меняет. И это же основа для общения. И, знаете, я не перестаю учиться сама, и тем самым через меня это все проходит, и я стараюсь отдавать это людям. Мне нравится процесс сам, я очень люблю шерсть, я так понимаю, что она меня очень любит. Для меня это как беседа с материалом, потому что шерсть, она живая, никогда не получается одного и того же предмета, если ты его даже делаешь одинаково, никогда не получится одинаковый цветок, никогда не получится одинаковый шар, потому что шерсть, она ведет себя совершенно по-разному, она совершенно разная в разных руках. И приходят девушки, которые хотят обучиться этому, и делая одинаковый предмет, у всех у всех получается по-разному, потому что каждый вкладывает в свою душу, каждый трогает, у каждого энергетика разная. И это доставляет, ну, неимоверное удовольствие, как мне, как мастеру. И также я люблю это, когда сама прихожу учиться. Получается, что обучаясь ремеслу, человек открывает для себя новый мир. Творчество социально активизирует и объединяет людей. Здесь не имеет значения возраст, пол и положение в обществе. Главное – это неиссякаемое желание создавать своими руками, менять пространство вокруг себя к лучшему и наполнять его энергией красоты и добра. В 2008-2009 году Сибирский вернисаж на деньги благотворительного фонда АГАТ в рамках программы «Мир открыт для всех» выполнил замечательную программу, которая называлась «Новая жизнь третьего возраста». Это совершенно уникальный продукт. Нам удалось активизировать социальное поведение наших пенсионеров через художественные ремесла. То есть использовать такую триаду – это обучение, творчество и частичное трудоустройство, которое позволяет получить овладение художественно-ремесленной деятельностью. Я думаю, что проект дал то, что мы от него ожидали. Потому что была большая мотивация идти на этот проект. То есть я думаю, что я к этому шла всю жизнь. И вот мои мечты наконец-то сбылись. Я там нашла единомышленников. Многие пришли с такой же мечтой, как и я – осуществить идею русского костюма. Каждый шел с своими какими-то желаниями. Видимо, и с воспоминаниями детства. Вот у меня воспоминания были о своей бабушке. Она сохранила традицию. Она умерла в 70-м году. Ей уже было больше 18 лет. И она никогда не меняла свой костюм. Она всегда ходила в русской парочке. Даже вот из советских времен они нисколько не поколебали ее верность традиции. Поэтому, учитывая, будем говорить, основные направления русского костюма, разных, будем говорить, областей России, мы сделали свой костюм. Он весь костюм выполнен своими собственными руками. А когда женщины собрались все вместе, женщины элегантного возраста, которые уже начинают отходить от активной трудовой деятельности, они там нашли, хотя бы даже на эти три месяца, но клуб единомышленников, клуб по интересам. Народ желает видеть и осознавать свои исторические корни. И гордиться нужно этим, очень даже гордиться, что мы русские, что у нас есть такие ремесла, которые даже в Европе никогда не знали, что они существуют. А у нас они есть. Поэтому такие вот проекты надо поддерживать. Они не дают возможности умирать ремеслам и национальной культуре. Современный ремесленник соединяет в своей деятельности основу науки и дизайна, национальные традиции, символику и колорит местности, где он творит. В самовыражении у него нет четких границ и рамок, а есть лишь безграничное поле для деятельности. Причем абсолютно неважно, в каком именно из всего многообразия ремесел он творит. Было предложение поучаствовать в конкурсной программе «Артани», возглавить этот конкурс, придать ему более профессиональный уровень. Я думаю, что хочется помочь на начальной стадии, когда мастера готовят эскизную часть. И не тогда, когда изделие готово, и оно либо актуально, либо оно уже, ну, знаете, вчерашнего дня. А мода, она современна, она динамична, поэтому придать динамику, придать современность и, конечно, правильность выбора. Поэтому на начальной стадии здесь конструктивно, художественно, мы все выверяем, делаем. И я думаю, что изделие приобретут совершенно другой образ, такой более современный, ну и профессиональный. Еще одним положительным следствием распространения ремесел является воспитание духовности у подрастающего поколения. В настоящее время большая часть молодежи не знает истории и традиций своего края. Все это стало необязательно в быстроменяющемся мире. Ремесло же помогает восстановить эту связь. Человек сам по собственной воле поддаются деформации и ищет, как себя испортить побыстрее. Ну, вот такой путь, где меня, как меня забыть побыстрее, вот мои традиции, вот такой, как для меня странный, вот подход русского человека, сибирского человека. Несмотря что есть людей, которые сильно в этом вкладывают, но мне кажется, что плохо слышны многие из них, вот честно. Надо иногда более, как вы говорили, твердо, вот, да, тверже заставлять вот молодое поколение, потому что это маленький кошмар, что творится, по моему представлению сейчас. Слишком как-то жестко, может быть, я об этом говорю, но я назло начал молевать, вот, именно рисовать, вот, именно на моих работах сцены, вот, сцены русского села, как я вижу иногда, вот, русского человека, или русская сказка, или русская жизнь. Если мы будем смотреть только на негативные стороны, вот, стороны вот этого края, мы будем, конечно, только туман, бесконечный мороз, темнота, и не знаю, что-то еще. Как говорил одного духовного отца, что больная душа, все для больной душой, все больнее вокруг. Ты все видишь, все, все болеет. Дом болеет, дерево болеет, погода болеет, все для тебя больного, потому что душа больная. Я думаю, для здоровой души, который, и который, или хочет выздоравливаться, да, но все по-другому, ты можешь видеть здесь. Потому что здесь есть своя история. Даже когда торгуют за банку консервированных огурцов, бабушки, например, где-то на базаре, с какими-то своими клиентами, сколько стоит, где они, и так далее, все вдохновляют. Я думаю, что через работу это проповедь для поколений, которые рождаются в дальнейшем. И результат будет 100%, потому что они не слушают слова. Слова где-то летают, вот эти бумаги вы потеряете где-то, книги где-то забываются, все тонят в этом интернете и так далее. Если мы оставляем какие-то следы более такие глубокие, я думаю, что результат будет вот такой. Приезжая в незнакомую страну, лучший способ узнать о ней побольше – посетить ярмарку или фестиваль. Благодаря живому общению можно погрузиться в культуру народа, понять быт, традиции. Очень многое может рассказать музыка, как универсальный язык общения между людьми. Мы так заметили, поскольку мы сначала приехали только с нашими мелодиями. И благодаря интересам нашей музыки, нашим странам, нашей культуры, появилась много инициативы. И уже в последние годы есть одна группа, которая только этим занимается, этим вопросом. Значит, мы через эту группу мы можем показать часть изделий, ремесел наших народов, которые живут в Южной Америке, в Эквадоре и в Воливии. Мы очень богаты в этом смысле. Вообще каждый народ имеет свои традиции, связанные с этим. У нас есть изделия, которые делаются из клинка, из растений бамбукового, из дерева, из многих численных растений, которые есть и на Мазонии, и тоже в усилиях гор, и в самих горах Южной Англии, где находится наша страна. И тоже это одежда, которую можно покрасить из краски натуральных и природных ресурсов. И все это, как мы можем показывать, все это сохраняется до сих пор, потому что это то, что мы сохранили всегда в течение очень многих веков. через твердство каждого человека можем знать друг друга, потому что это талант, это возможность, которую имеет каждый житель или каждый человек любого народа. То, что мы видим, то, что мы можем показывать, это значит, что есть у нас богатый народ, и которые намерены развивать и сохранить в этом духе, то, что мы получили от наследия наших стариков и предков наших. Таким образом, и наши люди, и здесь тоже народ расширяет свое мировоззрение, и через эти культурные ценности мы можем знать друг друга уже поближе и с добром. И это дает возможность, чтобы мы смогли быть близи по душе. Какими бы разными ни получались в итоге творения, сделанные авторами здесь, их объединяет одно. Они сделаны в Сибири. Для этого края не характерны яркие цвета. Если сравнить изделия, выполненные на нашей земле, и сравнить точно такие же, но сделанные в другом месте, разница будет очевидна. Каждая произведенная руками вещь носит в себе энергию места своего рождения. Земля, через мастера и его дело, передает изделиям, сделанным с любовью, свой дух и энергию. Презентуя продукцию сибирских мастеров на выставках и ярмарках за рубежом, мы показываем то, что у нас здесь развивается, то, что соблюдаются традиции, именно характерные для Сибири. У нас в Новосибирске, в отличие от заграницы, очень широкий спектр ремесленничества. Ну и вообще у нас в городе последнее время, вы, наверное, тоже заметили, что мастеров везде приглашают. Выставочные залы, постоянно меняются выставки разных мастеров. То, что мы делаем, оно дало возможность вовлечь их в такую сферу общения, обращения. И, ну, это, естественно, за этим идут продажи. Если, значит, мы будем развивать ремесленную деятельность, творческую деятельность, то вся картинка будет облагораживаться. А, соответственно, и люди, которые будут приезжать в Сибирь, будут встречаться с совершенно другими людьми, людьми творческими, людьми открытыми. И, соответственно, потеплеет вот эта картинка Сибири, лицо Сибири. Безусловно, огромную роль в подъеме интереса к авторским вещам, художественным ремеслам Сибири, к личности мастера и популяризации творчества сыграл международный фестиваль художественных ремесел «Артания». Фестиваль проходит на родной земле в столице Сибири с 2007 года. Здесь можно увидеть удивительное разнообразие представленных изделий и товаров из многих уголков земли. «Артания» собирает не только местных мастеров, она притягивает и чужестранцев, являясь самой масштабной ярмаркой России. Каждое лето Центр Новосибирска преображается. На площади Ленина собираются около 500 мастеров. Каждый год ярмарку посещает около 250 тысяч человек, а это значит 250 тысяч восторженных взглядов и улыбок. Очень интересно было в свое время ездить за рубеж на ярмарки, и мы очень часто ездили. Я всегда восхищалась этими ярмарками, тоже я удивлялась, что у нас ничего подобного нету, и нам в какой-то момент очень захотелось создать подобную ярмарку здесь, в Новосибирске. Но на это, наверное, ушло 10 лет на осознание всего этого дела, и вот в один прекрасный момент это совершенно были рождественские каникулы, никто ничем не занимался, сильные морозы, а я сидела, не вставала и писала вот такой проект. Сама захотела, а потом пошла искать возможности, потому что, естественно, нужны были деньги для воплощения проекта. Все-таки нашла такой контакт как раз Департамент промышленности и развития предпринимательства, Семка Сергей Николаевич. Он поддержал первую «Артаню». То, что мы сегодня имеем, это очень здорово, потому что здесь иногда спорим очень часто, чем отличается ярмарка от фестиваля, что есть такое «Артаня». Вообще «Артаня» для кого-то это просто торговля на площади Ленина. И это тоже правильно, потому что фестивальная ярмарка сегодня это крупнейшая подобная ярмарка художественно-ремесленная во всей стране. И это очень большой плюс. То есть здесь мы как бы преуспели, у нас очень хорошая репутация, нас знают не только по всей стране, но нас уже сегодня знают по всем странам СНГ, потому что самая основная реклама – это та реклама, которую передают наши экспоненты из уст в уста. Соответственно, это, в общем-то, самая такая надежная реклама. Вообще, я считаю, что большим достижением нашего фестиваля является наш мастер-класс. Не случайно фестиваль «Артаня» считается самым, да уже где-то на третий год своего существования, он стал самым интерактивным фестивалем России. Добились того, что за три недели «Артани» 2011 у нас проходит 300 мастер-классов. При этом они все наполнены, то есть они все пользуются спросом. У нас основная задача – это популяризация, чтобы человек, который прикоснулся, что-то сделал своими руками, вдруг, в общем-то, осознал и понял, что все это по плечу, чтобы привлечь его внимание к этой деятельности, и потом он уже найдет себе определенную нишу, какую-то творческую школу, студию, где он сможет действительно получить художественно-ремесленную специальность. Это возможно. Ярмарка является основой основ. Это то, что позволяет людям получить деньги за свою работу, и каким-то образом эти деньги идут на проведение этого фестиваля. Вот такого сбыта у нас в Новосибирске, в общем-то, не существовало до Артани. И сейчас очень многие люди, вот мастера, которые делают что-то своими руками, они живут и ждут эту Артанию, потому что вот успех самого фестиваля, вот внимание к этому фестивалю, вот оно дает надежду на то, что можно не только жить творчески, но быть успешным еще и в экономическом плане. К сожалению, фестиваль не в силах решить все проблемы ремесленников. Чтобы мастер мог свободно творить и обучать своему делу других, необходим стабильный заработок от реализации своей продукции, а значит, необходим постоянный рынок сбыта. Необходима поддержка государства в становлении ремесленничества как малого предпринимательства. А пока возрождение производства идет от влюбленности мастера в свое дело и уверенности его в том, что его продукция нужна людям. В 2009 году торгуя на Бердском рынке валенками омского производства начали подходить бабушки и жаловаться. Вот мы купили у вас валенки, они сели на 2-3 размера. Ну, бабушкам ничего на это не мог ответить. А потом бабушки начали рассказывать, какие у них раньше самокатки катали в деревнях. Ну, когда уже одна, десятая, двадцатая бабушка рассказывает и говорят, они и стоили подороже, но удовольствие носить было. Мягонькие, не садятся, теплые. А в этих фабричных, ну что, 10-15 минут на остановке постоишь и ноги дубеют. Вот. Ну, и когда бабушки изрядно мне надоели со своими разговорами, думаю, пойду-ка я куда-нибудь съезжу, найду эти самокатные валенки и привезу на радость бабушкам. Приехал сюда, закрылся. После того, как поучился, пожил вот год в людях, так сказать. Ну, семья объяснила. Единственная себе цель поставила, что пока не научусь хорошие валенки катать, не брошу. Что бы это мне не стоило. Конечно, было желание бросить все и бесил, приходил и без денег, и без всего. Основная проблема у пимакатов, что нету, нет шерстобиток не стало сейчас. Я езжу шерсть чесать на Алтай, в Алтайский край, два места, два района. А было бы здесь шерстобитка, было бы здесь, конечно, было бы удобнее. Есть момент, вот когда к старости с возрастом начинает у людей сердце плохо работать, человек идет в больницу, ему прописывают лекарства, чтобы сердце лучше работало. Вот такие валенки, когда будешь носить самокатные в пожилом возрасте, они не сердце начинают, заставляют работать, они улучшают циркуляцию крови, впоследствии чего начинает лучше работать сердце. Разные вещи, абсолютно. Но, конечно, цель у меня, основная задача, это накатать как можно больше валенок для людей, потому что это для здоровья русских людей в первую очередь будет. Да и дело это доброе, богоугодное. Когда каждый человек ощутит внутри себя мастера, тогда край, в котором он родился, станет един с его сердцем. Когда каждый человек почувствует в себе создателя, мы обретем свой дом и будем с ним в гармонии. Духовно обогащая себя, мы обогащаем свою родину и свою культуру. Сибирь возродится в своем истинном величии, былом великолепии и славно будет своими творцами. История неизвестной Сибири рождается уже сегодня руками наших мастеров. Знаете, у меня такое ощущение, оно у меня несколько лет уже присутствует, что будет какой-то такой добрый взрыв. потому что настолько люди устали и вот этого терпения быть голодным и зомбированным оно уже как бы на истоке и поэтому люди настолько потянулись к настоящему и в разных направлениях ищут и поэтому однозначно будет очень мощное развитие. Причем настолько резкие, быстрые и всеохватывающий скачок произойдет, что даже предполагать невозможно. И это произойдет в ближайшие пять лет. Мне кажется, что сейчас наоборот люди вернутся обратно. Кстати, даже слово религия, реликвус, это такое понятие, что вернемся обратно. Вот вернемся обратно, откуда мы недавно убегали. вернемся. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова